Здравствуйте, дорогие слушатели! Вас приветствует Лингвая Академия. Здесь я, Наташа Романова, и преподаватель нашей школы Дарья. Здравствуйте, Даша! Здравствуйте, Наташа! Здравствуйте, подписчики, студенты нашей школы! Здравствуйте, Наташа Романова! Пожалуйста, пишите нам обратную связь, мы будем очень рады ее услышать и, соответственно, записывать для вас новые подкасты. Сегодня мы с Дарьей хотим обсудить важную тему, которую многие недооценивают, и мало кто о ней пишет вообще подробно. Я писала очень много уже постов, это про уровень языка, но все равно чувствую, что нужно сказать еще, раскрыть эту тему глубже, потому что, когда к нам приходят студенты, я вижу, что многие проблемы с языком, почему не получается идти дальше, почему проблемы, почему я столько времени вкладываю сил, а у меня дальше прогресс не идет, они упираются именно в уровень языка, потому что студент необъективно относится к своему, либо он завышает свой уровень языка, либо, наоборот, занижает. И вот сейчас я бы хотела обсудить, мы бы хотели с Дарьей обсудить, что вообще такое уровень языка, потому что многие концентрируются на том, что это просто грамматика, что это вот я прошел грамматический тест где-нибудь бесплатный, там в Google набрал, да, и говорит, что я вот по тесту, у меня показало 85 баллов, у меня уровень intermediate, или у меня уровень upper, условно, но так ли это на самом деле, говорит ли нам точно, дает ли нам точные данные тест по уровню грамматики, что вообще такое уровень языка, это грамматика или это что-то большее? Дарья, поделитесь, пожалуйста, своим видением. И уровень языка это, конечно, что-то большее, чем просто грамматика, это совокупность навыков говорения, чтения, аудирования письма, да, в целом, но большой упор мы, конечно, делаем на лексику. Если на уровне elementary это, допустим, какая-то базовая лексика, предлагательная, большой, маленький, красивый, да, глаголы, опять же, тоже базовые, есть, пить, смотреть, ходить, то, когда мы идем к уровню, допустим, интермидия, да, мы уже говорим на другие темы, используем другие лексические единицы, там уже больше говорим о чувствах, эмоциях, мыслях, да, затрагиваем тему бизнеса, карьера, работа, дружба, характер человека, обсуждаем кинематограф, музыку, искусство, и все темы, да, на которых без необходимой лексики и каких-то конструкций не обойтись. Здесь мы говорим не только, допустим, о синонимах, да, о важности знать различные синонимы слова, но также говорим про оттенки значений разных глаголов, про использование фразовых глаголов в своей речи, различных сокращений, использование лексики из разных стилей, это может быть формальный стиль или какой-то сленг, разговорная речь, да, также очень важно уметь перефразировать свои мысли, чтобы одно и то же выразить разными словами. Здесь мы говорим об использовании различного вида идиом, самое главное, чтобы использовать их к месту, да, и звучать натурально, не выглядеть смешно, как будто ты заучил какие-то фразы, там, из книжек и учебников. Если вы хорошо разбираетесь в сочетаемости слов, здесь мы говорим про разного вида collocations, chunks, когда мы знаем, что так говорят носители, когда мы умеем сочетать слова и использовать их в своей речи, то есть большой упор, конечно, делается на лексику. Некоторые студенты, они думают, что грамматика – это всё, и там где-то чуть-чуть лексики, но вот как мы сейчас, да, вот вы сейчас рассказали, я совершенно согласна, что лексика – это очень много значит, потому что когда студент приходит, и у него высокий уровень грамматики, но разговаривает он словами из уровня элементари, это уже далеко не тот уровень, на который он делает заявку. Да, тут сразу будет видно, что человек не дотягивает до уровня, не хватает совершенно абсолютно лексики, да, чтобы выразить все свои мысли, и грамматика с лексикой, они примерно стоят, занимают, ну, в процентном соотношении, да, одинаковую часть. Если вы супер используете грамматику своей речи, там, используете инверсию или какую-то грамматику высоких уровней, но при этом говорите постоянно слово «I like beautiful» и другие слова, да, базовые, не как, не внося разнообразие в свой словарный запас, это, конечно, тоже отодвигает уровень вниз. Я бы еще хотела сказать про предлоги. Вот, например, предлоги, пример привести, чтобы наши слушатели наиболее полно оценили всю важность этого вопроса, что даже предлоги, они делятся по уровню. На уровне элементари, на уровне beginner даются предлоги простого уровня, они рассчитаны на то, что студент их просто заучат наизусть. Это устойчивые выражения, как правило, допустим, to go by bus, да, или to go on food. То есть здесь не нужно думать, если ты просто это заучиваешь, фразу как стихотворение, и потом уже автоматом ее выдаешь. То, когда мы, когда студенты вот уже переходят на высокий уровень, скажем так, intermediate, upper, да, и выше, то здесь уже вот этих устойчивых выражений с предлогом становится меньше, там уже нужно думать, и все больше и больше зависимости от контекста. И так же правильно, как, Дарья, вот вы сказали, да, про синонимы. То есть чем выше уровень языка, тем больше синонимов, потому что я вот, когда пишу глоссарии для приложения Англомама, то стараюсь использовать максимально живой язык, и когда меня консультируют носители языка, я всегда спрашиваю, как вообще можно это сказать по-другому, да, как вы вообще в жизни это говорите. И часто они говорят мне, дают такие вот фразы, которые, казалось бы, они в быту, они нам, но как по-другому. И у меня директ после каждого обновления приложения заполняется, а что это значит, а я никогда не слышала, чтобы это слово употребляли в этом значении, а я никогда не слышала, чтобы эту фразу еще можно было так сказать. Так вот, я хочу обратиться, что если, например, вы чувствуете, что вот вы никогда не слышали, да, что какую-то простую вещь, простую фразу можно сказать еще по-другому, то есть у вас большой повод обратить внимание на ваш vocabulary, что какого уровня словарный запас у вас? Возможно, вы считаете, что у вас сейчас уровень, допустим, B2, да, или B1, а когда вот таких вот моментов все больше и больше, здесь, возможно, идет опять перекос, о котором Даша сказала, что уровень грамматики высокий, а уровень лексики низкий, и тогда уже нельзя говорить о том, что у вас тот самый высокий уровень. Да, и здесь хотела добавить, что это мы можем корректировать не только с помощью носителя, да, на высоких уровнях мы обучаем студентов, чтобы они сами это видели, мы пользуемся нативными статьями, текстами из учебников, где они могут оценить и предлоги, и сочетаемость слов, да, и выбрать слово из контекста, то есть они обращают внимание сразу на все, и мы своих студентов учим, как это делать, на что обратить внимание, потому что иногда самые простые слова вместе, они дают очень классную фразу в целом, да, то есть мы бы сами так не сказали, о, ничего себе, как классно, да, теперь я понимаю, что это значит, я могу собрать эти слова вместе и так сказать. Даша, вот еще хочу сказать про произношение, да, вот нашим слушателям, что на самом деле мало кто об этом задумывается, но фонетика, это наука о произношении, правильном произнесении звуков, интонации и различных процессов, которые происходят, пока человек разговаривает на языке, мы же не так, чтобы четко выговаривали слова, да, а когда мы разговариваем в процессе речи, какие-то звуки съедаются, какие-то пропадают, какие-то оглушаются, какие-то звончаются, так вот даже произношение, оно тоже делится по уровням, и вот на уровне beginner пока что еще студентов учат и elementary правильно ставить речевой аппарат, чтобы правильно произносить звуки, и такие моменты из английско-фонетики, как, например, linking, да, соединение слов, потому что у нас для русского языка это не так сильно характерно, особенно если кто-то немецкий учил, тогда ему совсем сложно переучиваться, но нет ничего невозможного, что в английском все слова, они произносятся в одном отрезке, вот одна синтагма, да, они все как будто бы как одно, вот, но с ростом уровня требования к фонетике тоже возрастают, и уже на уровнях высоких, например, допустим, upper, advanced, там уже про linking никто не говорит, потому что это само собой разумеющееся, это вы должны были на низких уровнях отработать, там уже идут такие процессы фонетические, как, допустим, reduction, да, когда именно во время речи какие-то звуки съедаются, какие-то исчезают, какие-то сливаются друг с другом, и вот это вот тоже очень сильно все влияет на восприятие речи, да, когда носители речи говорят, и когда студент читает и говорит, о, когда я читаю, мне-то все понятно, а почему я не понимаю, потому что фонетика недоработана, потому что еще студент, у него уровень грамматика, лексика может быть высокий, он это все знает, но фонетика недоработана, он не сам не произносит это, эти все фонетические моменты, да. Да, а произношение аудирования в этом плане очень сильно связаны, ты не говоришь, а, соответственно, ты не слышишь это, когда говорит другой человек. Поэтому важно еще и произношение отрабатывать, потому что, когда вы начнете это говорить сами, вы начнете и слышать это в речи носителей на аудио и в видео. Я думаю, что у многих слушателей сейчас возник такой вопрос, а сколько учебников нужно пройти, чтобы сказать, что вот у меня теперь закрытый уровень условно элементари, да, или условно приинтермидиэт. Вот я прошла один учебник с преподавателем, а вот сейчас и закончила, мы перешли, например, на интермидиэт. Ну вот сейчас я вот слушаю, допустим, да, ваш подкаст, у кого-то могут такие возникнуть мысли, и понимаю, что у меня-то не дотягивает уровень, да, где-то, что у меня вот, а вот сколько учебников нужно пройти, скажем так. Достаточно ли одного учебника на то, чтобы сказать, что да, всё, я один учебник от корки до корки проработал с репетитором или там в школе, в языковой, в лингвоакадемии, и всё, у меня прям вот прокачанный со всех сторон, сбалансированный уровень какой-то там, какой я проработал. Ну да, это очень такой коварный вопрос, да, очень индивидуально. Если вы просто изучили, прошли учебник, выписали из себя слова и похоронили их в тетрадочке, да, и не используете их в речи, то тут и одного, и двух, и трёх учебников будет недостаточно. Самое главное, что всё, что мы проходим, мы должны использовать в речь. Оно не делается это само, то есть это однозначно работа и учителя, и ученика в тандеме, да, если можно так сказать, потому что мы себя заставляем использовать ту или иную лексику, которую мы хотим. Выписываем выражение, там, вместо I like записали пять разных фраз, да, повесите себе стикер там на ноутбуке. Сегодня на занятии, чтобы меня не спросили, я не говорю I like сегодня табу, я говорю другие слова, да, я сегодня говорю I'm into, I'm keen on, I'm fond of и так далее. Вот, поэтому здесь, конечно, всё зависит от человека, но не стоит гнаться за названием уровня, да, там А2, Б1, и нужно, чтобы вы себя чувствовали комфортно. То есть когда вы чувствуете себя комфортно, когда вы понимаете, если это аудирование, когда вам 80% аудирования спокойно, понятно, вы можете выполнить задание, если вы сами говорите, используя лексику, грамматику вашего уровня, если навык чтения, да, разве так, что вы тоже примерно 80-85% прочитанного понимаете, то это ваш уровень, вы его закончили, да, можно переходить на следующий, потому что слишком легко тоже не должно быть, ну, вот как-то так. Дарья, вот, ну, давайте допустим, что вот у нас студент-отличник перед нами, который выполняет все домашние задания, который делает все упражнения, но вот он делает именно тот объём, только тот объём, который даёт учебник. Больше и не меньше. Вот он делает вот именно столько. При вот этих условиях, как вы считаете, один учебник достаточно ли для того, чтобы закрыть уровень? У меня есть свой ответ на этот вопрос. Я считаю, что недостаточно. Вот, но вот как вы считаете? Давайте у нас с вами диалог. Есть, да, есть, допустим, может быть достаточно только в одном случае, на мой взгляд, когда человек, допустим, сказал, что вот я хочу прям с самого начала изучать английский, да, я бегинер там полностью, но есть такое понятие, как false beginner, да, то есть он как бы не совсем был бегинером, да, и то есть если мы прошли учебник бегинеров, даже пусть это был один учебник, и потом переходим на элементария, да, учитывая, что уровень элементария, грамматические конструкции остаются те же самые, да, мы только наращиваем лексику, наращиваем переговорения и аудирование, то в принципе на уровне beginner еще такая ситуация возможна. Все, что касается выше, элементария, пред, да, интермедиат, это просто невозможно, в том плане, что это будет быстро, это будет не так эффективно, некомфортно самому человеку, да, именно поэтому многие системы, то есть сначала их распределили на такие подуровни, как А1, А2, А1, Б1, Б2, да, а потом еще многие учебники сошлись на том, что нужны еще и серединки. Здесь у нас есть учебники плюс, А1 плюс, elementary плюс, pre-intermediate плюс. Когда еще нужно второй раз, кому-то третий, в этом нет абсолютно ничего плохого. То есть мы на одном уровне можно проходить и два, три учебника, и четыре, да, то есть тут даже не учебниками измеряется, вот именно комфортом в разговоре, да, чтобы вы смогли высказаться. Да, совершенно согласна. На мой взгляд, вот вообще этот вопрос, сколько учебников мне нужно, это когда-то мне задали этот вопрос, я бы ответила так, что нужно, все определяется количеством практики. И, как правило, большинство людей практикой, того количества практики, которое дает один учебник, любой учебник абсолютный, мы просто берем любой учебник определенного уровня. Этого недостаточно. Нужно практики больше. И вот даже когда люди сдают высокий уровень, например, да, экзамены CAE, CPE, они на этом не останавливаются, потому что они понимают, что даже когда ты получаешь сертификат, это не означает твой потолок. Это означает, что ты только в начале этого, несмотря на то, что многие получают оценку A, высокую оценку, но в языке много всего. Поэтому все определяется количеством практики. И, конечно же, одного учебника, да, чем выше ваш уровень, тем больше практики у вас должно быть по всем, по всем аспектам. Дарья, вот вы упомянули такой термин, как false, да? False уровень. False beginner. Да, ложный, ложный уровень, да, по-русски называется. Вот, давайте еще раз на нем остановимся. Что это? Вот, что такое ложный уровень? Например, вот ложный upper или ложный intermediate. Это вот что? Это, конечно, человек считает, что у него уровень intermediate, upper intermediate, да, но при этом очень хромает та же самая грамматика, да, навыки говорения в том плане, что приходится повторять несколько вопросов, да, четче делать свою речь, то есть убирать все вот эти LinkedIn, о которых мы говорили. Когда развита только одна сторона нашего уровня, да, и в основном это какая-то письменно. Вот письменно я не могу написать что-то, мне нужно подумать, да, собраться со словарями, обложившись, я могу там выдать какой-то там piece of writing. Когда у меня есть время подумать, да, многие говорят, что у меня есть время подумать. Да, да, а когда вживую общаешься и причем показываешь человеку, человек может даже немножко обидеться, да, что ему принизили уровень, хотя это не было нашей задачей, просто хочется, чтобы если этот уровень был, то он, ну, четко оправдывал себя. Да, еще, знаете, есть такая проблема, вот сейчас мы сталкиваемся, может, да, вспомните, к нам, когда приходят в Линговую Академию тестироваться, и мы получаем, мы выдаем результаты, а наша задача выдать объективный результат для того, чтобы студенту было комфортно и другим студентам в группе тоже было комфортно, да, максимально, чтобы они были одного уровня. И получается, что студент нам говорит, как так, ну, образно, сейчас я просто вот ситуацию такую собирательную проговорю, что как так, почему вы мне говорите, что у меня уровень, допустим, элементарий или середина элементарий, когда я занимаюсь с репетитором по учебнику интермиди. Вот кому мне верить? Слишком большая погрешность, человек не понимает, почему так. Вот, я хочу объяснить в такую ситуацию, скорее всего, ваш, вот это как раз, о чём Дарья сказала, скорее всего, ваш репетитор занимается с вами именно письменными упражнениями. Когда он даёт вам грамматику, именно вот опять же акцент на грамматике, даже может давать лексику, но и упражнения в виде на лексику такие, там, допустим, решите, вставьте пропущенное слово по смыслу или решите какой-нибудь кроссворд, ещё что-нибудь такое. Слова, как правило, ещё даются при этом. Да, при этом даются слова, вы должны оттуда выбрать их, вот это. И, конечно же, когда вот так вот занимаешься в таком режиме, тут ничего репетитору не остаётся, как только повышать, повышать, повышать уровень, потому что спикингом, уровень спикинг, по сути дела, он не занимается с вами. Так работать на самом деле проще простого. Чаще всего так работают преподаватели, которые не умеют обучать уровню, навыку спикинг, таких много, потому что это отдельное мастерство. Грамматики научить не так сложно, сложнее научить студента эту грамматику, вот как Дарья сказала, спонтанно использовать в речи. Вот это вот уже мастерство. И поэтому, скорее всего, вот ваш преподаватель, ваш репетитор с вами работает в таком режиме. И вы оказались на вот том самом false в вашем ложном уровне. False intermediate, допустим, да, что в грамматике вы ушли по вашим упражнениям, по Мёрфи, мне иногда пишут, что вы знаете, а я вот уже учебник там синий Мёрфи прошла, я прошла Голицынского, всё прорешала, ну и что? И толку-то от этого? Это все могут, это могут, да, это могут все, но суть в том, чтобы вы умели это вслух, спонтанно говорить, чтобы вы умели это понять, когда вы смотрите аудио-видео и слушаете своего собеседника и должны понять и ответить ему, вот в чём навыки, а не в том, чтобы прорешать Голицынского. Поэтому, когда вот у нас студенты приходят и мы им говорим, что, знаете, по сути, вот мы же тестируем, получается, да, у нас тест грамматико-лексический, а потом мы ещё устно тестируем, чтобы прям вот адекватно человеку сказать, какой у вас уровень. И вот когда вот такой разрыв, мы вот вот мы отвечаем, что подумайте, как с вами работает репетитор, то есть что он у вас прокачивает, нужно ли вам это. Наша задача, мы не несём ответственности за тот уровень, с которым вы к нам пришли, мы несём ответственность за тот уровень, с которым вы от нас уходите. И поэтому, когда нам кто-то обижается, говорят, что вот кто-то не пишет в ответ, кто-то говорит, что нет, вы не правы, мой репетитор говорит у меня другой, поэтому по факту человек делает ошибки, пожалуйста, остановитесь в своей гонке за вот этой буквой, за вот этой цифрой А2, В1, В2, остановитесь. Вы теряете деньги и время. Вам нужно остановиться и вернуться для того, чтобы вот эти навыки, которые у вас не прокачиваются, их прокачивать. Хотела бы, знаете, ещё вот такой вот вопрос с вами обсудить. Вы у нас в школе ведёте уровень интермидия, да, это уже ближе к высоким уровням, и вот я думаю, что сталкивались с таким моментом, когда студенты выражают такой протест против того, чтобы изучать лексику более глубокого уровня, когда вы им даёте 10 разных синонимов. Человек из этих синонимов знает одно базовое слово, да, синонимичный ряд он не хочет изучать. Ну, вот это же нужно там и нюансы какие-то изучить, то есть потратить, вникнуть. И студент говорит, что... И себя переосилить, заставить их использовать. Просто очень просто... Я знаю, я знаю это слово, но сам говорю самыми простыми словами. Вот у меня всё beautiful, всё interesting и так далее. Когда студент говорит, что я буду концентрироваться только на грамматике, на высокой, а лексика меня устроит и такая. И я и в русском языке, собственно, разговариваю простой лексикой, то есть сильно париться в английском, тем более не буду. Вот скажите, пожалуйста, куда ведёт эта стратегия? Если у нас есть какой-то пробел, да, в какой-то определённой сфере, у неё потом всё равно придётся вернуться. То есть этот путь изучения только грамматики и не развивать свою лексическую базу, он ведёт в никуда, если спрашивать, да, куда это ведёт. Потому что это очень важно. Важно расширять как пассивный, так и активный, да, словарный запас. Вот. Поэтому однозначно самому работать, заставлять себя использовать новую лексику. Не нужно выписывать всё подряд. Всё, что новое в учебнике, да, как всасывать все абсолютно новые слова в себя, да, это невозможно. Но когда мы записываем себе новую лексику, мы прорабатываем со студентами, как мы это делаем, да, обращаем внимание на предлог, обращаем внимание на сочетаемость слов обязательно. И самое важное, да, мы не записываем, не заучиваем сразу 500 значений одного слова. Потому что это не имеет никакого смысла, да, мы какой-то определённый контекст берём, запоминаем, да, и стараемся это слово использовать. Я хочу добавить, что вот чтобы вот студент, да, вот то, что вы сказали, это всё-таки дело, у него должна быть мотивация. И студент должен понимать, для чего ему это. А вот для чего? Потому что, если вы-то можете изъясняться простыми словами, да, вот вы для себя решили, что я буду изъяснять. Да, да, да. То ваши собеседники, аудио, которые вы будете слушать, видео, которые вы собираетесь смотреть. А кто-то мечтает смотреть фильмы в оригинале, и сериалы смотреть в оригинале. Да, мы не можем заставить человека. Да, это как студенты элементаристу говорят, ну, зачем вот учить время, да, говорить там quarter to seven, да, когда можно сказать six forty five, да. Я говорю, а где вот гарантия, что вы спросите, сколько время человек вам скажет six forty five, да, а не так как. Поэтому мы не можем, да, повлиять на то, как нам будет говорить другой человек. Поэтому однозначно для этого нам нужно владеть и синонимами, и другими оттенками значений различных слов. Да, помните, что общение это всегда двусторонний процесс. Это всегда вы, то, что вы можете контролировать, и это всегда ваш собеседник, то, что вы контролировать не можете, что вы должны понимать. Вы должны понимать и адекватно реагировать, и отвечать, если, и для этого у вас должен быть набор всех инструментов. Дарья, спасибо вам большое за ваше мнение. Я предлагаю нам собираться почаще за чашкой. Отличная идея, мне очень нравится. Уважаемые слушатели, оставляйте, пожалуйста, свои пожелания, какие бы темы вы хотели, чтобы мы с Дарьей обсудили, чтобы мы вам рассказали поглубже, раскрыли какие-то, может быть, моменты, что вас беспокоит, о чем, может быть, вы задумывались, но нигде не могли найти ответ. Спасибо всем, что вы были с нами, и надеемся, что в ближайшие две недели мы встретимся с вами снова, здесь же. Всего доброго, с вами была Лингва Академия, Наталья Романова и Дарья. Спасибо, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова